привет друзья вот такой вот туки это у нас зарядник ген зарядка быстрая зарядка при этом с мультипортовой быстрой зарядкой и этот ген зарядник на 67 ватт мне честно говоря его посоветовали а еще я прикупил к нему вот такие фирменные кабели туки на 67 ватт и на 100 ватт так что сегодня будет достаточно интересный обзор на канале технозон поехали недолго думаем и будем рассматривать прямо на алиэкспресс 1742 стоит кстати очень низкая цена есть здесь два типа зарядника 67 ватт и 65 ватт ну уже даже в шапке написано что поддерживает qchr 4 3 и 5 3 в принципе этого уже знаете такой минимальный набор который необходим для обозначения быстро ган зарядки но уверен что намного больше различных профилей использования не профиля стандартов поддерживаемых смотрите у нас есть 67 и у 1742 67 в белом цвете есть различная вилка и вот с кабелем вот у нас он идет который вот у нас было она пришла все таки мы 67 ватт ным кабелем стоит нет это 100 ваттный нет 67 на картинке 67 до 67 ватт она стоит 1978 за кабель очень-очень адекватная цена я вам честно скажу поэтому очень очень круто что они пишут 67 ваттный это такой как у нас поддерживает type c1 67 ватт макс 67 носить 2 на а type a 22 с половиной ватта но это скорее всего просто там работает у нас huge charge только для type c1 на модели 2 65 ватт ки у нас по 65 и на type a 60 ватт максимально тут уже знаете каждый должен для себя выбрать что ему подходит может ему для type а надо ну здесь они конечно красивенько все рассказывают очень большие красивые постеры 67 ватт высокая эффективность поддержит мульти протоколы галиева нитридный чип мульти портовый fast charge короче сейчас мы опускаемся то что они здесь очень красиво пишут это все очень хорошо так есть защита от перевальтажа ну тут высокого вольтажа over вольтаж защита от высокого напряжения защита короче от перезаряда от перегрева и от короткого замыкания здесь есть защиты в этом в этой самой зарядочке красивенько плату разрисовали конечно и показывают варианты использования в частности мульти портовость а вот смотрите не только педитрики и чардж есть еще есть и все все в себе бисе 12 это значит что здесь можно будет заряжать и huawei и смартфон и самсунги пойди тоже сейчас посмотрим свечи как пишут а твити пишут для подходит для лэптопов apple macbook и был macbook air потом хуавеи мейтбуки сяоми прошки и сяоми ми гейминг лэптоп или нова сингпады ну я попробую на своем asus он обычно если не хватает питания он просто напросто отрубается и все и не хочет заряжаться и различные мобильные телефоны знаете что мне нужно мне нужна таблица распределения портов да вот она при однопортовом использовании как мы видим 67 67 22 и 5 при двухпортовом на type-c 45 ватт на type-c 1 и на type-a у нас 18 ватт это если два порта если два порта у нас используется type-c 2 и type-c и type-a то у нас используется получается 5 вольт 36 ампера 18 ватт макс такой самый плохой вариант второй порт использовать c2 и а если используется два type-c то первый 45 ватт 2 20 ватт и 3 портовое использование 1 45 и 3 порта по 18 ватт все в принципе больше ничего нам здесь интересного нет но единственно не пишут здесь стандарт и зарядки какие есть не вольтаж и амперы но мы это посмотрим при подключении нашего тестера потому что написать можно все что угодно и мы с вами об этом знаем ребят ссылочка на проверенного продавца лежит в описании под видео кстати вот такой вот мы кабелёчек еще докупили смотрите вот такой вот кабелёчек мы еще докупили очень даже неплохо стоит он 217 за это 100 ваттный кабель за 2 доллара 17 центов это достаточно крутая тема так еще и показывает так еще и показывает сколько ватт он заряжает то есть по сути поддержит быстрый заряд но тоже ссылочки разместим в описании под видео на проверенных продажцов ну что ж сейчас мы подписываемся нажимаем колокольчик а далее мы переходим уже на распаковочку и на тесты само собой ну что распаковочка сейчас мы посмотрим что у нас там длина запаковали то достаточно качественно так распаковочка распаковочка сейчас мы будем смотреть что там он из себя представляет есть у нас инструкция есть сам по себе зарядник достаточно тяжелый достаточно тяжелый ой слушай попробую как он будет прикольно матовый так у нас есть два юсб себе порта ну как мы и говорили распределение мы уже почитали сейчас будем тестировать и есть два кабеля тот который шел в комплекте кто который мы заказывали с этим кабелем с этой зарядочкой сам по себе кабель у нас в плетеной оплетки мне не очень нравится концевики то есть если мы здесь были еще концевики такие вот как вот в этом в кабеле видите удлиненные тогда по на излом меньше брался бы ну ничего а стоп это 100 ватт очка до 100 ватт очка должна индикацию показывать потом попробуем и есть у нас 67 ваттный вот он тоже плетеный и вот а вот здесь вот правильные концевики видишь какие-то жесткие они не не надломаются когда есть проблема обычно у айфоновских кабелей оригинальных там вообще прям проблема проблема уже прикольный такая достаточно нормальная жесткость уже где давайте тестировать будем использовать включили включили будем использовать конечно же фирменные кабели тестируем c1 вставили так посмотрим на протоколы которые есть у нас в этой зарядочке поддерживает педи 3 20 вольт 3 4 ампера 67 ватт поддерживает у нас смотрите педи 2 педи 2 не заявлено что самое интересное ведь и 5 9 12 15 20 вольт отлично кирк чар 4 плюс apple 5 вольт 24 ампера samsung 5 вольт 2 ампера потом бисе 125 вольт полтора ампера кирк чардж 2 5 9 12 вольт и кирк чардж 3 samsung afc 9 12 вольт а здесь можно самсунге заряжать для быстрой зарядки дальше fc 5 вольт 9 вольт 12 вольт можно huawei заряжать из также и сипе из 12 вольт 2 с половиной ампера 22 ватта и мтк это очень классные знаете очень хорошая заявка на победу смотрим тайп си 2 так тайп си 2 у нас только педи 3 есть 67 ватт и я здесь не вижу кьюк чаджи на тайп си 2 нет кьюк чарджа к сожалению есть мтк есть бисе 12 вот почему второй у нас тайп си не совсем удачная в паре с чем-то то есть как 1 как 1 1 порт он нормально работает и пробуем type а обязательно вставляем type а кабель это тот который заказали вместе с ним нет выключаем и пробуем type type а у нас поддерживает apple 5 вольт 24 ампера бисе 12 10 5 вольт полтора ампера quick charge 2 3 до 12 вольт samsung hfc поддерживает 9 12 вольт кстати на тайпа это прикольно huawei сипе и в себе и мтк есть нет мтк нет само собой вот зарядку не поддерживает ни один из этих за этих портов потому что ну вы не сможете здесь заряжать нормально свой ван пласт на полной скорости переходим к проверке честности выдаваемых ватт которые они заявляют для этого мы будем использовать сначала type c1 тестируем вставляем его смотрим через педи триггер мы видим все поддерживаемые вольтажи и ампирожи сейчас будем с вами смотреть что у нас из этого получится давайте сразу максимум возьмем и погоним по чуть-чуть 47 50 ватт видно лишь 62 67 ватт 67 спокойно он держит вообще без вопросов залетел и здесь вот мы видим кабель кстати видите чуть-чуть искаженно показывает он показывает тип педи и пишет 771 ватт ну здесь у нас показывает 67 и 7 это более точная штука эта штука показывает примерные или возможно здесь у нас есть какие-то потери то есть мы тоже должны с вами понимать что на кабель и может быть там 70 73 как как он ведет расчет здесь у нас показывает 68 ватт слушать и давайте максимум догоним сколько он вообще выйдет он тянет 70 ватт держит да по ходу ну 70 69 было максимально да то есть у нее есть запас это очень хорошо то есть действительно это очень классная штука также пробуем quick charge который здесь есть мы сейчас догоним вольтажеком повыше давай сколько у нас на 12 вольт максимально до поддерживала все 12 вольт далее так пойдем по чуть-чуть добавлять а ну давай смотрим на кабель в том числе об 7 8 ватт ну 9 на кабеля 10 должен 18 ватт по идее да да и 22 с половиной чем поможем выдать не помню 20 21 ватт сейчас держит ну на кабеле пишет 23 22 с половиной он держит 22 с половиной ровно он на 20 мы чуть превысили и он сразу ушел в защиту да он держит 22 с половиной ватта так что я думаю что очень даже неплохой вариант в тайп си один отрабатывает максимально возможные свои показатели которые он которые заявлялись производители теперь немаловажный тест это мы с вами тестируем наш ноутбук вставили что показывает 12 12 ватт но он полу разы полузари он заряжен и вообще но то что он показывает зарядку это хорошо давайте пускай ноутбук пока работает без зарядки мы в конце нашего теста еще протестим тестируем тайп а на максимальную мне тайп си мы статусе 2 до новости тестировать тестируем тайп си 2 насколько я понимаю что у нас там только пиди триггер он должен нам показать 67 ватт максимально ну давай разгоняем его так смотрим двадцать семь тридцать пять ватт ухты а второй порт у нас показывает не 67 почему 35 ватт у нас часто пси у нас больше ничего не включено ничего 47 57 60 не все нормально что мы 69 ватт мы держим нагрузка работает 69 ватт чем скажу кабель показывает 74 кабель кстати видите показывает приблизительной погрешностью кабеля достаточно высокая поэтому в принципе за эту цену норм и здесь можно лишь видеть стандарт зарядки пиди и количество ватт на такое приблизительное потому что как мы видим здесь сейчас 70 ватт он показывает а эта штука показывает 73 74 прыгать постепенно ну в принципе что мы имеем мы имеем зарядку которая конкретно держит 70 ватт и не выключается огонь мы можем дать чуть выше и она сразу отключится у нее и то есть этим этим самым мы подтверждаем что у нее и защита от овер вольтажа то есть если как только она вылазит за какие-то рамки она сразу отключается теперь проверяем type а там у нас само собой нет кирк чарджа нет у нее и нет пиди есть у нас там только кирк чардж давайте попробуем загоняем его в максимальный вольтаж и по чуть-чуть начинаем набирать 10 12 ватт 15 16 19 97 да он там 18 половиной ватт должен был держать да ну что им что мы имеем мы имеем честные порты мы имеем честные порты достаточно прием при ее скажем так бюджетности а это действительно бюджетное такое себе решение то мы имеем неплохо работающий зарядник за 17 долларов она еще раз попробуем 12 19 16 17 ну-ка 18 с половиной ватт должен 18 19 подожди на все все правильно теперь что мы с вами еще протестируем мы сейчас сюда подрубим грубо говоря мой айфон и протестируем насколько у нас работает правильно мы должны получить заряжающийся айфон заряжающийся айфон и на тайп а это то что меня волновало мы с вами должны получить 18 с половиной ватт это тоже меня очень такой момент неоднозначный для проверки вот правдивости той таблички которую они привели это тоже обязательная такая дисциплина для проверочки пробуем 16 17 18 с половиной есть все достаточно честно мне у меня вопросов как бы нет нормально она затягивает 18 и 21 ватта вот она сейчас выдает 18 с половиной ватт есть так что ребят прикольная зарядка на самом-то деле да за свои деньги вообще отлично да и кабели нормальные короче ребят что я хочу сказать зарядка очень очень адекватная за свои деньги прям вот топчик топчик сейчас мы еще последний тест это обязательно мы должны с вами проверить насколько он заряжает наш ноутбук все-таки вот очень интересно где там это с индикацией так включаем наш ноутбук я надеюсь он хоть чуть-чуть разрядился но то что он не отрубается от зарядки то есть он подключен если у меня не работает зарядка на нем то он постоянно моргает то есть все мы сейчас имеем нормально PD он взял да PD то есть ноутбук не моргает он не пишет мне что там подключен и отключен ну по идее знаете как в чем вопрос то есть если мы заряжаем ноутбук то это должен быть один ноутбук по идее вот таким вот образом ну что по-другому я думаю что может и не хватить у нас какой-то мощности мы сейчас попробуем айфон еще подключить ну подключили а два вот он начал моргать то есть мощности не хватает когда зарядка не вытягивает у меня asus обязательно вот оповещает о том что он постоянно будет отключать на аккумулятор и постоянно будет вот такая вот фигня поэтому зарядка честная 67 ватт честных неплохие материалы ген само собой ген зарядочка вы можете не переживать чип это одни и те же практически у всех а вот реализация у всех разная и вот вот такой вот туки неплохой вариант для вашего дома для зарядки ноутбука одного ноутбука либо для зарядки мультипортовой зарядки различных устройств мы рекомендуем ссылочки в описании под видео ну а с вами был бабл на канале технозон пока по гору по гору с вами был Марк